О том, что интересного в городе и области произошло в среду, 7 декабря, вы узнаете в ближайшие минуты. В эфире Первого городского служба новостей «Город» в студии Николай Храмов. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Антон Алиханов уволил в Рио министра строительства Амира Кушкова. В его отношении велась проверка. Материалы будут переданы в прокуратуру. Начало тотальной чистки или единичный случай. Сначала открыли шампанское, а затем мост. Сегодня, спустя два года, по знаменитой Берлинке вновь пустили транспорт. Теперь там целых шесть полос для движения. Калининградцы налаживают культурные связи с Индонезией. Когда в регионе ждать гостей из Юго-Восточной Азии и с какой программой? На улице Гайдара из-за скользкой дороги маршрутка столкнулась с легковушкой. Никто серьезно не пострадал, но прослеживается неприятная тенденция. Подробности в рубрике «Место происшествия». Уголовники забаррикадировались в здании и потребовали послабления режима. Решено штурмовать и использовать бронетехнику. Под Калининградом прошли масштабные учения силовиков. И главной теме. Антон Алиханов уволил в Рио министра строительства Амира Кушхова. Распоряжение об этом он подписал во вторник. С сегодняшнего дня чиновник уже не работает в правительстве. Сообщается, что такому решению главы региона предшествовало тщательное наблюдение в отношении Кушхова. Что это? Единичный случай или начало масштабной чистки кабинета министров? В том, что ждет областное правительство, разбиралась моя коллега Виктория Мокрецова. Спонсор темы дня – юридическая компания «Гарант Плюс». исполняющего обязанности главы министерства чуть больше года. Для серьезных провинностей срок маленький, но в Рио губернатора уже успел сделать чиновнику серьезный выговор и даже объявил ему неполное служебное соответствие. Поводом стала федеральная целевая программа. В частности, в ноябре Алиханов упрекнул руководителя Минстроя в нарушении сроков реконструкции музыкального колледжа. Строительные работы в здании до сих пор заморожены. Сейчас на объекте строительные работы не ведутся. В колледж расторг все контракты с строительной компанией «Карэ Балт». В данный момент ведется экспертиза, после которой будет принято дальнейшее решение. Возможно, именно здание музыкального колледжа послужило одной из причин отставки чиновника. Строительные работы здесь должны были завершиться еще 26 декабря 2015 года, но не закончены до сих пор. Такое исполнение сроков в Рио губернатора пришлось не по душе. Однако, вряд ли Кушков смог бы исправить ситуацию с музыкальным колледжем, учитывая, что должность он занял лишь в сентябре прошлого года. До своего назначения он был директором регионального управления заказчика капитального строительства. Это ведомство управляет организацией капитального строительства в регионе. Разрабатывает технические задания и проектно-сметную документацию. Так, например, Кушков курировал строительство «Янтарь-Холло». Коррупционные риски на этой должности гораздо выше, поэтому есть версия, что бывшего главу Минстроя уволили за его работу в качестве заказчика. Увольнение последовало не за его деятельность на должности руководителя Минстроя. Увольнение последовало за его, скорее всего, прежнюю деятельность, потому что он как раз занимал не менее важную должность заказчика. Так, то есть у нас министерства, они всего лишь вырабатывают и реализуют политику, но они не распоряжаются средствами. Деньги у нас идут как раз в агентство. Отставка главы Минстроя – не единственное кадровое изменение со времен назначения Антона Алиханова временным главой. Правда, до этого чиновники сами уходили из правительства. В частности, свои посты покинули министр сельского хозяйства Сергей Лютаревич и министр культуры Светлана Кондратьева. Кроме того, Алиханов назначил ряд новых людей на правительственные посты, среди которых есть и такие же молодые кадры, как и сам в Рио губернатор. Калининградцам такая политика нового главы импонирует. Мы когда увидели, что Алиханов молодой, 34 года, такой губернатор – это вообще, конечно, прелесть. И он перестановки делает хорошие, и министерство соединяет, то есть молодец. Каждый начальник себя строит каких-то определенных, скажем так, слишком за завышенностью. Я считаю, что это правомерная и нормальная, скажем так, чистка в наших рядах правительства. Нам нужны опытные политики. Не важно возраст, важно, чтобы это был опытный человек, разбирающийся в своем деле. Не только горожане, но и сами региональные политики высказываются за обновление кадров. По мнению Соломона Гинсбурга, от большей части команды прошлого губернатора Николая Цуканова стоит избавиться. Я полагаю, что этот процесс нужно продолжать, и желательно было бы его завершить, скажем, сразу после Нового года. Если нет, то, мне кажется, уровень развития региона будет крайне низким. Ну и мы не сумеем решить те амбициозные задачи, которые ставит и руководство страны перед Калининградской областью, да и которые декларирует сам Антон Андреевич. В октябре в Рио губернатора заявил о планах соединить Министерство строительства и ЖКХ, так что новый руководитель Минстроя может и не понадобиться. Виктория Мокрецова, Михаил Эльбаум, Служба новостей Город. Спонсор темы дня – юридическая компания «Гарант Плюс». И к другим темам. Калининградские автомобилисты наконец-то перестанут стоять в пробках. 7 декабря официально открылось движение по второй очереди нового Берлинского моста. Этого события горожане ждали без малого два года. Наша съемочная группа – одно из первых – проехала по обновленному объекту. Спасибо вам за такой подарок. Благодарить строителей действительно есть за что. И не только городским властям. Автомобилисты теперь смогут двигаться сразу по шести полосам. Этому, как признались рабочие, предшествовала колоссальная работа. Стройка началась еще в июне 2014 года. С тех пор они полностью разобрали старый Берлинский мост. На основании его опор возвели новые и обустроили подходы. Буквально через 40 минут после того, как мы закончим это интервью, калининградцы могут двигаться по двум направлениям. Грубо говоря, в сторону улицы Емельянова движение уже открыто по трем полосам. И в сторону улицы Московского от Емельянова движение будет открыто по трем полосам. Единственная просьба к водителям – соблюдайте скоростной режим, потому что дальше на северном обходе ведутся работы. Отметим, что старый Берлинский мост взорвали в январе 1945 года по приказу последнего коменданта Кёнигсберга Отто фон Ляша. Таким образом, он хотел сдержать наступление советских войск. Руины часто использовали как декорации для киносъемок. Но, к сожалению, масштабная стройка не обошлась и без скандалов. Годом ранее, 13 января, здесь произошло ЧП, потрясшее всю область. Во время разбора старого моста рухнула одна из опор. Четверо рабочих погибли сразу. Еще двое в тяжелом состоянии попали в больницу. Позже виновного в обрушении обнестировали. Гвардейская тушенка не соответствует ГОСТу. Говядину из Калининградской области забраковала комиссия Липецкого управления рынка и ценовой политики. Образцы исследовали на хлориды, содержание жиров, белков и ГМО. Каким именно параметрам не соответствуют консервы, в ведомстве не сообщают. Какими новостями еще живет город, далее короткой строкой. Партнер рубрики «Короткой строкой. Сеть аптек в Калининграде. Бюджетная аптека». В этом году вакцины от гриппа почти полностью совпадают с сезонным вирусом H3N2. Это гонконгский грипп. Вирус не мутирует и гибнет после лекарств. Прививку уже сделали 40% россиян. На Южном вокзале появился бесплатный Wi-Fi. Пользователи получат уникальные коды доступа, с помощью которых можно будет войти в сеть на любой из 107 станций РЖД. Скорость подключения – несколько секунд. Польша потратит 46 миллионов злотых на ремонт железнодорожных КПП Мамонова-Бронева и железнодорожные Скандава. Станции обновят к 2021 году. Ранее в польских СМИ появилась информация о планах запустить поезда по направлению Калининград-Кдыня. Роскомнадзор утвердил правила писем Деду Морозу. Родители должны проследить, чтобы на открытке были только имя, возраст, школьные оценки и название подарка. В избежании утечки информации адрес, фамилию и другие персональные данные указывать не надо. Завтра в гостях развлекательного шоу «Утро на колесах» волонтеры – участники жеребьевки Кубка конфедерации в Казани. Они расскажут о знакомстве с футбольными звездами, а также устроят флешмоб прямо на площади Победы, где, собственно, и будет стоять наша мобильная студия. Приходите посмотреть и поучаствовать. А также звоните нашим ведущим Елене Кеменко и Максиму Кузнецову по номеру прямого эфира 99-49-29 с 7 до 9 утра в отечестве. Партнер рубрики «Короткой строкой. Сеть аптек в Калининграде. Бюджетная аптека». Тем временем Калининград собирается дружить со островами Юго-Восточной Азии. Сегодня в область прилетел заместитель посла Индонезии в России Лас Расимболан. У нас он пробудет несколько дней, а целью его приезда является укрепление культурных связей с Россией. По прилету дипломат поселился в одном из калининградских отелей, а потом сразу отправился в Светлогорский Интарь-Холл. Это место заместитель посла выбрал неспроста, ведь здесь, в филиале Музея Мирового океана, в следующем году пройдет фестиваль индонезийской музыки. Ожидается, что он пройдет с большим размахом в течение нескольких дней. Мы хотим провести мероприятие, когда станет потеплее. Скорее всего, это будет в период с апреля по июнь. Точной программы события пока нет, но в Светлогорск обязательно приедут индонезийские танцоры и музыканты. Они покажут национальные танцы островов Бали, Суматра, Ява и других. Мы рассчитываем, что фестиваль привлечет много гостей. Заместитель посла намекнул, что зрители смогут услышать один из музыкальных символов его страны – ударную установку Гамелан. Сейчас на него можно только посмотреть в местной экспозиции. Отметим, что с лета в Светлогорском музее выставлено множество индонезийских экспонатов – от скульптур драконов до древнего оружия и ритуальных черепов людей и животных. Поэтому, как признался Лас Расимболан, здесь живет частичка его родины и лучшего места для фестиваля не найти. И завершает первую часть нашего выпуска новая рубрика «Бизнес-новости». Самая актуальная информация из мира финансов и экономики у Кирилла Попова. Партнер рубрики «Бизнес-новости» – компания «Мясо тут». Здравствуйте! И по традиции начинаем с мировых новостей. О, спорт, ты мир! И, как оказывается, отличный вид заработка. Форбс признал знаменитого баскетболиста Майкла Джордана самым высокооплачиваемым спортсменом в истории. За свою карьеру Джордану удалось заработать 1 миллиард 700 миллионов долларов. Вторую и третью строчку рейтинга заняли гольфисты Тайгер Вудс и скончавшийся в сентябре Арнольд Палмер. Всего в двадцатке самых богатых значатся 5 представителей гольфа, 4 боксера и столько же баскетболистов, 3 футболиста, 2 гонщика и по одному спортсмену из мира тенниса и бейсбола. От спортсменов переходим к писателям, которые тоже умеют зарабатывать. В магазинах страны стартовали продажи книги «Гарри Поттер» и «Проклятое дитя» на русском языке. Книга стоит 460 рублей, стартовый тираж составил 150 тысяч экземпляров. Данные о продаже первого дня пока неизвестны, но по всей видимости они будут, как и повесть, фантастическими. Ведь в августе книгу на английском языке за 1800 рублей наши соотечественники раскупили за считанные часы. Сама Джоан Роулинг после двух лет убытков в этом году зафиксировала прибыль в 19 миллионов рублей. А тем временем Владимир Путин поручил создать благоприятные условия для бизнеса в России. Президент отметил необходимость добиться того, чтобы крупнейшие отечественные компании не уходили в юрисдикции других стран. На заседании Совета безопасности Путин поручил продолжать работу по формированию благоприятного инвестиционного и делового климата в стране. Указ стратегии экономической безопасности будет подписан до 1 марта 2017 года. Один из банков Калининграда проводит фотоконкурс «Бизнес в объективе». Пять лучших работ получат ценные призы, а победитель отправится в Москву. Условия участия очень просты. Сделайте фото, которое отражает ваш бизнес и разместите результаты в Инстаграм с хэштегом «Бизнес в объективе». Проект создан для предпринимателей и для демонстрации их роли в социально-экономическом развитии страны. Оффлайн выставки насчитывает около сотни экспозиций. И в завершении подведены итоги деловых игр по предпринимательству для школьников Калининградской области. За право попасть в финал в 16 отборочных игр боролось более 50 команд из разных городов региона. Всем финалистам была предложена единая тема – умный и комфортный город для горожан. В итоге лучшим признан проект команды из гвардейской школы номер 2. В номинации «Самая актуальная проблема» победила сборная гимназии номер 7 города Балтийска. В номинации «Самый крутой инвестор» лидировали школьники из Светлого. На этом наше эфирное время подходит к концу. Будьте в курсе бизнес-новостей вместе с Первым городским. Меня зовут Кирилл Попов. Всего доброго. Увидимся. Вы смотрите службу новостей «Город» и мы продолжаем. В Калининград везли наркотики из Германии. В пункте пропуска Мамонова-2 таможенники досмотрели «Фольксваген Гольф» с немецкими номерами. В итоге оказалось, что водитель прятал крупную партию метадона, а пассажир – героин. Кроме того, в салоне в коробке из-под молока была спрятана марихуана. В отношении задержанных уже заведены уголовные дела. О других происшествиях города и области расскажем далее. Спонсор рубрики «Место происшествия» – агентство недвижимости «Авалон». А литовские пограничники задержали жителя Клайпеды, который пытался незаконно провести через границу почти 5 килограммов янтаря. Автомобиль следовал из Калининграда и был остановлен для проверки. Вместе с янтарем пограничники конфисковали у подозреваемого автомобиля «Ауди А6». Проводится расследование. Плохие метеоусловия и гололед, особенно в утренние часы – вот самая опасная смесь для автомобилистов и пешеходов. Сегодня утром на улице Гайдара из-за внезапно появившейся иномарки маршрутное такси попало в аварию. В салоне находилась пенсионерка, которая во время удара упала. Обошлось без серьезных травм. Отметим, что за неделю это не первый случай ДТП из-за скользкой дороги. Подобные происшествия произошли на Интернациональной и Комсомольской. ГИБДД предупреждает о гололеде и просят водителей и пешеходов соблюдать скоростной режим. Калининградку приговорили к 9 годам лишения свободы за хранение и продажу наркотиков. Было установлено, что она продала полтора грамма метанфетамина за 7 тысяч рублей. Через неделю она пыталась продать еще один грамм, но была задержана. А во время обыска в ее квартире оперативники обнаружили еще 7 граммов запрещенного вещества. Женщина полностью признала свою вину. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Внимание! Розыск! Полиция Калининграда разыскивает 33-летнего Александра Валенчуса, который скрывается от следствия. Мужчина обвиняется в краже. Если вам что-либо известно о местонахождении этого человека, просьба позвонить в полицию по телефону, который вы видите на своих экранах. Алексей Колодкин, Анастасия Коченева, служба новостей города. Спонсор рубрики «Место происшествия» агентство недвижимости «Авалон». Тем временем в мужской колонии в Гвардейске массовые беспорядки. Уголовники забаррикадировались в здании и потребовали послабления режима. Переговоры ни к чему не привели, поэтому силовики начали спецоперацию. Такова легенда, по которой сегодня прошли учения службы исполнения наказаний. Навыки подавления мятежей в колониях отрабатываются сейчас во всех регионах в связи с недавним уголовным бунтом в Хакасии. Вы видите кадры массовых беспорядков в Абакане. В июле этого года почти 250 уголовников забаррикадировались в спальном корпусе, попытались захватить власть в колонии. Силовики требовали сдаться. Арестанты в ответ швыряли кровати, тумбочки и ломали двери. В итоге сотрудники тюрьмы вынуждены были провести спецоперацию, в ходе которой задержали мятежников и организаторов бунта. Обошлось без жертв. А вот уже учения калининградских силовиков. По легенде, в колонии Гвардейска происходит ситуация, аналогичная Хакасской. По давлению мятежа, помимо надзирателей, подключились спецназовцы отряда «Бастион», полиция и бронемашиновыстрел. По словам руководителя учений, в Калининградской области случаи беспорядков в местах заключений тоже были. Это у нас было в 2000-х годах в ИКУ ИК-9, когда происходили массовые беспорядки. Привлекался сводный отряд и силами отряда специального значения удалось изъять зачинщиков этих массовых беспорядков. И локализация прошла на начальном этапе их развития. Не было допущено ни жертв, ни среди сотрудников, ни жертв среди осужденных. Как нам пояснили в службе управления наказаний, чаще всего заключенные требуют разрешения курить в любом месте, пользоваться мобильными телефонами, ходить без опознавательных нашивок. Все это запрещено режимом. При этом на уступки бутнятовщикам никто никогда не идет. Как правило, на стадии переговоров удается вернуть нарушителей к порядку. А если нет, то грядущий этап всегда штурм и подавление мятежа. И к другим темам. В интернете появились фото из соседнего Гданьска. Там по-новогоднему украсили один из городских парков. Там появились 12-метровые световые решетки и 5-метровый фонтан. Вскоре зажгутся 50 тысяч огоньков. При этом общая длина иллюминации составляет 7,5 километров. Что еще удивляет пользователей социальных сетей, расскажем далее. Партнер рубрики «Социальные сети» – медицинский центр для взрослых и детей «Медпрофи». На волнах известного Калининградского радио уже не раз повторяли. Если вы еще не успели снять Мейнкен-челлендж, то и не надо. Это уже не модно. Но братья наши меньшие вряд ли слушают радио и совсем не в курсе таких новостей. А хозяин этого кота, наверное, собирался снять мимимишное видео. Но, судя по зловещей морде модели, задумка явно не удалась. Интересно, о чем думает в этот момент кот? Явно не про подарки. Утро среды для калининградского студента началось с песни. Внезапная радость пришла, откуда не ждали. Мужчина решил развлечь горожан в автобусе. Вот только с утра хотелось бы что-то пободрее, а не военные песни. Вот таких суровых снеговиков лепят из остатков снега в Калининграде. На создание этого шедевра ушло целых 8 часов, а художник освободился лишь под утро. Зато теперь эти охраняют дом творчества на улице Сергеева, 10. Торопитесь увидеть, пока не растаял. Рабочая неделя преодолела экватор, и это уже сама по себе неплохая новость. А вот хорошими новостями поделятся участники нашего традиционного опроса. Партнер рубрики «Хорошие новости» – компания «Кёнигдорс». Готовимся к корпоративу на работе. Хочу в санаторий взять путевку, отдохнуть в городе Светлогорске. Вот это как бы хорошее. Если сбудется, то будет хорошо. Мы приехали сюда первый раз на берег, на янтарный берег России нашей. Нам здесь очень нравится, красота. Погода шепчет. Все прекрасно. Мы сейчас идем на обед как раз. Дочка служит. Внук во втором классе учится. Велосипед ему летом купил. Сейчас на Новый год диван детский купил. Подарок. И у пса все хорошо, и у мужа все хорошо, и у меня. На Новый год всей семьей будем у нас праздновать в загородном доме. С внуками, с внучками. С семейной традицией. Партнер рубрики «Хорошие новости». Компания Кёнигдорс. Ну а о том, как изменился курс доллара, евро и злотова, узнаем далее. Калининградский зоопарк готовит к печати флайеры, в которых говорится о том, как правильно помогать лебедям в холодное время года. Вещь, безусловно, нужная, но в ближайшие дни явно не пригодится. Погода совсем не зимняя. Подробности у Ксении Иванцовой. Партнер прогноза погоды – дом бизнес-класса Риттерхофф. Здравствуйте. Погода не перестает удивлять. Еще вчера температура воздуха в Калининграде опустилась ниже климатической нормы. Во вторник было холоднее, чем обычно в это время года. Среда выдалась морозной, а на завтра синоптики прогнозируют резкое потепление. Вполне возможно, это станет новым рекордом плюсовой температуры декабря. А теперь подробнее о погоде на четверг. 8 декабря днем в Калининграде пасмурно будет идти небольшой дождь, зато плюс 9 на термометре. Вечером без осадков, а температура понизится до плюс 7. Ветер западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Если вы стали свидетелем интересного события, а может и успели снять его на камеру своего мобильного устройства, звоните нам в редакцию по телефону 555-085. Ну а это были все новости, которые мы успели рассказать вам к этому часу. Как будут развиваться события дальше, вновь покажет служба новостей город. В студии был Николай Храмов. Всего вам доброго и до встречи в городе. Субтитры подогнал «Симон»!